Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале ЕйТиВи. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Двое украинских военнослужащих ранены за минувшие сутки в ходе боевых действий на Донбассе. Российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. По данным штаба операции объединенных сил под минометным огнем оказались укрепления защитников Украины в районе Светлодарска, Чермылыка и Лебединского. Из БМП боевики обстреляли Крымское и Новотошковское. Ночью на Донбассе оккупанты 7 раз открывали огонь. Детали уже в следующем выпуске новостей. Планы проведения выборов на оккупированных России территориях Востока Украины осуждает Государственный департамент Соединенных Штатов. Это заявление обнародовала его официальный представитель Хизернауэрт. В нем говорится, что созданным Россией так называемым республикам не место в конституционном строе Украины. Учитывая продолжающийся контроль Россией этих территорий, проведение выборов там просто немыслимо и оно грубо нарушает обязательства России в рамках минских договоренностей. Создавая фальшивые операции, Россия еще раз демонстрирует свое игнорирование международных норм и подрывает усилия по достижению мира на востоке Украины. Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям в разрешении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Политического узника Олега Сенцова номинировали на премию за свободу мысли имени Сахарова. Кандидатуру украинского режиссера, который голодает уже 123 дня, предложила фракция Европейской народной партии в Европарламенте. Об этом сообщается в ее официальном твиттере. Эту премию присуждает людям или общественным организациям, которые защищают и отстаивают права и основополагающие свободы человека. Ее лауреатами, в частности, были президент ЮАР с 1994 по 1999 года Нельсон Манделла, Организация объединенных наций и репортеры без границ. Украинского режиссера российские силовики задержали в оккупированном Крыму в мае 2014 года. На основании сфабрикованных доказательств его обвинили в подготовке терактов. В августе 2015 российский суд незаконно приговорил украинца к 20 годам колонии строгого режима. Наказание отбывает в колонии «Белый медведь» на Ямале. 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку. Прекратить ее обещает только после освобождения России всех украинских политических узников. Яд на огородах. После выбросов крымского титана жители пострадавших районов боятся есть выращенные плоды. А Министерство аграрной политики усилило контроль, чтобы опасные продукты не попали на стелы украинцев. Напомню, в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс химических веществ из завода, расположенного в Армянске в Крыму. Облако достигло юга Херсонской области. Более полутысячи детей вывезли на оздоровление. На выходе с заднего двора Людмилы Король, крымский титан, как на ладони. Удар принимаем от завода. Мы тут на передовой. Удар принимаем от завода. Если напрямик, километра три, наверное. А когда раньше ездили на работу, то 10 километров. Хозяйка ведет на огород. Месяца полтора назад по Херсонщине пронеслась буря. Град побил урожай. То, что от него осталось, пострадало от выбросов промышленного гиганта. Кукуруза вон от кислоты пожелтела. Помидоры. Что ж, будем употреблять. Я их мою в содовом растворе и тогда уже едим. Сколько живем, столько виноград этот у нас. Соки, компоты. Иногда вина можем немного сделать. А в этом году все пропало. Большинство жителей Преображенки живут с того, что сумеют вырастить в садах и на огородах. Здесь также много фермерских хозяйств. Конец лета, начало осени – самое прибыльное время. В основном занимаются выращиванием зерновых и баштанных культур. Их успели собрать до первых выбросов. На данный час от фермеров не поступали жалобы. Никаких не было жалоб. Взяли мы анализы с села Преображенко. Тем не менее, в Министерстве аграрной политики усилили контроль за продукцией из региона. В полный период, все-таки, да, часу здесь у нас стоит посыланный контроль. В определенный период будет действовать усиленный контроль. Смотря по ситуации, мы не можем сейчас сказать, что проблема закрыта. И мы будем следить за качеством воздуха, воды, грунта, потому что это влияет на продукцию. А также будем контролировать готовую продукцию и ее оборот, чтобы в торговлю поступали качественные и безопасные товары. Сегодня в Министерстве здравоохранения сообщили, что жителей пострадавших сел снова дообследуют медики. И хотя активной работы на заводе уже нет, люди продолжают жаловаться на плохое самочувствие. С утра было такое ощущение, в воздухе запах химии неприятный, может это остатки какие-то. А ветер оттуда дул, восточный. А мобильная лаборатория, которая круглосуточно мониторит ситуацию на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Каланчак, опять зафиксировала превышение уровня сернистых соединений в воздухе, сообщает Госпогранслужба. В эти минуты в оккупированном России и Крыму проходят обыски у активиста Крымской солидарности Османа Белялова. На момент обыска Османа дома не было. Белялов занимался социально-бытовыми проблемами семей политузников. У Османа трое детей, все дошкольники. Кроме этого, на его попечении сейчас семья брата политузника Белялова Мемета, которого необоснованно арестовали и держат в СИЗО. Больше информации уже в следующем выпуске. В 19 веке церковь Святейшего имени Иисуса в Венеции и монастырь при ней была домом для сестер. Теперь это кусочек родины для общины украинской греко-католической церкви. Каждое воскресенье несколько сотен украинцев со всей Венеции пригорода собирается здесь на службу. О жизни на воде узнавала Тамара Каноненко. Украинка Дина в Италии уже два года. Из Славянска перевезла сына и дочь. На самом деле, если бы не война, никто бы не решился на такой серьезный шаг поменять жизнь. Первое место, куда пошла Дина после приезда – украинская греко-католическая церковь. Она регулярно ходит на службы и работает учительницей в субботней школе имени Святого Марка. Дети из общины ходят сразу в две школы – итальянскую и украинскую. Отец Ярослав благословляет маленьких украинцев на успешную учебу. У нас лишь субботняя школа. У нас субботняя школа. Из-за такой маленький промежуток времени стараемся, чтобы наши дети узнали что-то основное. Наши корни. Откуда мы? Что такое Украина? И почему мы здесь? Украинцы в Венеции называют себя большой семьей. Они вместе отдыхают и отмечают праздники. Анатолий Гаврилов в День Отца принимает поздравления от своих детей – трех дочерей и сына. Они родились уже в Италии, но считают себя украинцами, говорит его супруга Надежда. Прежде всего у нас есть украинская кухня. Всегда борщ, вареники, пельмени. Они всегда помнят об этом и очень любят. После праздника прихожане подолгу общаются и говорят о родине. Переживаем здесь все вместе за Украину, особенно во время войны. Принимали тут и воинов. Многие сами ездили на Майдан. Я был два раза, как раз во время боевых событий. В повседневной жизни украинцам в Венеции приходится говорить на итальянском языке. А когда собираются вместе, за столом звучат украинские песни. Тамара Каноненко, Дмитрий Гришко, ЮЭй ТВ. С четырех колес на два. Более полусотни запорожцев пересели на велосипеды, чтобы провести день без автомобиля. Активисты хотят показать это удобный, быстрый и недорогой вид транспорта для ежедневных поездок. Прящилась к инициативе и наш корреспондент Арина Потоцкая. Двухколесный транспорт школьного психолога Екатерины Щербины всегда на готове. Мне очень удобно. Мой транспорт всегда со мной. На остановку идти нет необходимости. На велосипеде дорогу на работу преодолевает вдвое быстрее. В теплое время года общественным транспортом практически не пользуется. У нас в школе я не одна такая. У меня есть единомышленники. Поэтому вот здесь мы себе оборудовали место для парковки и ставим здесь свои велосипеды. Таких, как Екатерина, в этот день в Запорожье особенно много. Ранним утром они отправились на работу на двухколесных. А уже после работы более трех десятков велосипедистов съехались в центр города, чтобы пообщаться, выпить чашку чая и сделать совместное фото. Водители уступают часть полосы на дорогах, однако от своего средства передвижения не отказываются. В один день быть без автомобиля, ну, наверное, можно рискнуть. Хотя я понимаю, что мне это будет дорого стоить. Я не успею здесь, я не успею там. А в нашем Запорожье я бы на самом деле сделал не день без автомобиля, а месяц без автомобиля. И, может быть, мы немножко станем дышать глубже. В Запорожье три велоклуба. Их участники собираются дважды в год, чтобы открыть для себя новые маршруты и популяризировать экологичный вид транспорта. Все больше с каждым годом в Запорожье становятся велосипедистов, которые передвигаются велосипедом как транспортом, а не только на Хортицу или в парках, для того, чтобы получить просто обычное удовольствие во время выходных. Уже через неделю запорожские велосипедисты соберутся снова, но это будут только женщины. В рамках женского велопарада они колонной проедут по центральной улице города. Арина Потоцкая, Константину Стюжин, Запорожье, Юэй Ти Ви.